Привет! Эта капля Руперта сейчас кажется тебе обычной, но что если рядом я поставлю капельку из прошлого ролика? Первая уже кажется большой, не правда ли? Ну а на этом мы не остановились и достали для сегодняшнего ролика вот такую вот огромную каплю Руперта. Что ж, как и в прошлый раз мы взяли стакан с водой, стеклянную палочку и начали плавить её газовой горелкой. Как вы помните, капля Руперта создаётся именно так. Но поскольку у нашей горелки температура не очень высокая, нам нужен кто-то, кто поможет расплавить уже больший кусок стекла и сделать огромную каплю. В прошлом видео мы пообещали найти профессионала, который смог бы такое воплотить, но всё оказалось не так-то просто. Нам нужен был стеклодув, который согласится на такое задание, но проблема состояла в том, что большинство даже не понимали о чём мы говорим. Чтобы помочь с таким вопросом, нам нужно изготовить каплю Руперта. Ещё раз, что? Капли Руперта. Капли Руперта. Нет, не занимаемся такими. Вы стеклом занимаетесь, правильно? Я занимаюсь стеклом, да. А подскажите, может, контакты есть у вас какие-то? Нет, не подскажу, я даже не знаю, кто в Украине этим занимается. Скажем честно, подготовку мы начали ещё в июле, и эти кадры ещё оттуда. По итогу, мы так и нашли нужного нам человека, но пришлось ехать совсем в другую часть страны. Эээ, здравствуйте, это Олег, я с вами созванивался неделю назад по поводу капли Руперта. Всё это только в сентябре. Ага, в августе. И поскольку выбора у нас не было, оставалось только ждать. Мы предварительно договорились про даты и начали собирать чемоданы. Дорога в одну сторону заняла порядка 6 часов. Кстати, что за город, мы специально говорить не будем. Предлагаю вам самим угадать в комментариях. Сразу после приезда Игорь встретил нас, и мы поехали к той самой стеклодувной мастерской. Находится она на территории Политехнического университета, в здании, которому уже больше 100 лет. В самой мастерской повсюду были видны следы экспериментов с каплями Руперта. А на входе нас и вовсе ждала целая гора осколков от потрескавшихся капелек. Игорь рассказал нам о своих наработках и о том, с какого стекла получается сделать каплю лучше. Как оказалось, лучше всего подходит уже закаленное стекло. С ним капля выйдет куда прочнее, чем из любого другого. Огромные капли Руперта на ютубе делали в основном из гутного стекла. Оно куда мягче, и сделать каплю из него проще, но ее свойства практически теряются. Ну а мы тем временем сделали несколько небольших капель для экспериментов, в том числе, кстати, и из синего кобальтового стекла, которое тоже прочное, но при этом еще имеет красивый синий цвет. Самые большие капли Руперта нужно делать на специальной горелке с подмешиванием кислорода. Таким образом, ее температура достигает более 2000 градусов. Весь процесс заснять было невозможно, так как для работы с такими температурами нужна специальная одежда и защита. И пока в мастерской было горячо, мы с оператором охлаждались на улице в 33 градусную жару. Уже спустя пару часов, несколько подходящих по размеру капелек были готовы. Чтобы проверить каплю Руперта на прочность, можно посмотреть на нее через поляризационные очки. Если мы видим радужные кольца, значит все получилось, и капля вышла закаленной. Сегодня мы научились делать большие капли Руперта и собрали целую коллекцию из разных экземпляров. Теперь осталось только упаковать все капли, чтобы довезти их целыми домой. Спасибо Игорю за помощь, ну а нам пора было уезжать. По приезду домой мы распаковали наши коробки с каплями и увидели, что самую большую капельку мы таки не довезли. Несмотря на все меры предосторожности, где-то в дороге ее хвост все-таки сломался, и мы получили лишь кучу красивых осколков. Но благо я человек запасливый, поэтому несколько других капель у нас все-таки осталось. И они, скажу я вам, тоже немаленькие. Размер для экспериментов очень важен, так как чем больше капля, тем большая нагрузки она выдержит. Также мы довезли и все остальные капельки поменьше, и собрали свою коллекцию из капель Руперта. Ну что ж, теперь перейдем к экспериментам. Ай, Олег, стой, подожди, не надо, может? Может и не надо. Капли Руперта такого размера могут бабахнуть очень серьезно. Поэтому мы решили, что все эксперименты будем проводить не дома. Собрали с собой все необходимое и решили выехать куда-то подальше за город, чтобы точно никому не помешать. Мы взяли с собой целую кучу орудий пыток для бедных капелек. Как думаешь, это леет ли нашу огромную каплю что-то из сегодняшнего арсенала? В прошлом видео мы уже показывали, что если силой воздействовать на основу капли, вряд ли человек каким-то образом ее сломает. Но вот если отломать ее хвостик, капелька сама тут же разлетится на мельчайшие осколки. Провернуть такое с маленькими каплями в руках еще можно, соблюдая технику безопасности. Но вот для большой капли мы решили соорудить защитный барьер из полиэтиленовой пленки. И как мы видим, не зря. Несколько осколков отлетело очень далеко, хорошо, что мы использовали защитные очки. Теперь мы взяли тиски и попробовали зажать нашу большую каплю в них. В принципе, было почти очевидно, что как бы сильно тиски не сдавливали, такая нагрузка капли нипочем. Даже обыкновенная маленькая капелька выдержит такие тиски, ведь их сила сжатия примерно 100-150 килограмм. Теперь мы попробуем раздавить большую каплю машиной. На одно колесо машины давление уже около 400 килограмм. Но резина значительно смягчает этот вес. В этот раз мы взяли металлическую пластину, чтобы капля не входила в землю. И, как и в прошлый раз, несмотря на размеры, капелька очень легко выдерживает наезд колеса. Причем на любой скорости. Ну ладно, пора кончать этот детский сад. Как вы помните, в прошлый раз именно эта кувалда полностью убила нашу небольшую капельку. Но сможет ли она повторить то же самое с ее большей версией? Замахиваемся. Мы, честно, очень обрадовались, ведь мы можем перейти дальше, к более сложным испытаниям. Теперь мы взяли пневматический пистолет, который легко разбивает стеклянную бутылку. И закрепили в подвешенном состоянии нашу каплю. Ну что ж, пора. В этот раз капелька осталась целой, но мы засомневались, ведь выстрел прошел по касательной. Пробуем еще раз. И в этот раз на кадре мы четко видим, как железная пулька разбивается об каплю Руперта. Неужели ее ничем не сломать? Утром следующего дня мы приехали в другую локацию, чтобы уж точно не дать нашей капельке выжить. Такой каток имеет вес около 4 тонн. Тестовая маленькая капелька сразу дала нам понять, что все не так просто. Ведь она проделала дырку в асфальте. Поэтому большую мы решили класть на бетонный бордюр, поскольку он намного тверже асфальта. Начинаем ехать. Даже 4 тонны большая капелька с легкостью выдерживает. Мы узнали, что у этого катка есть виброрежим, в котором нагрузка становится примерно вдвое выше. В этот раз на капельку будет воздействовать больше 7 тонн. Капля Руперта повержена. Можно ли считать это концом истории? Наверное, да, но... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok